Ина со свободой суждения Сегодня четверг, 27 апреля 2023 года здесь, на восточном побережье Соединенных Штатов. Сейчас около 3 часов 30 минут по полудни. Скотт Риттер прямо сейчас присоединяется к нам. Скотт, я всегда рад вам помочь. Спасибо, что вернулся на шоу. Скотт, недавно украинский генерал по имени Сергей Мельник, MLNIK, сказал, что для успешного проведения так называемого контрнаступления Тьиву требуется в 6 раз. Украинский генерал в 6 раз больше войск и огневой мощи, чем у России. Это даже немыслимо, не так ли? Нет, даже близко к этому не подходил. Короче говоря, он хочет сказать, что мы не можем этого сделать. А Ларри Джонсон считает, что этот парень, возможно, уже вышел на пенсию. Я не знаю, знакомы ли вы с ним или знаете о нем, но как и почему украинскому генералу, нынешнему или бывшему, сходят с рук подобные заявления. Это испанская газета под названием El País. Насколько я понимаю, он вышел на пенсию, не ведет активной деятельности, но он не одинок в этом. По-моему, есть активный украинский журналист-лейтенант, который в значительной степени сказал нечто подобное, имея в виду, что Украина не в состоянии начать это хваленое контрнаступление до тех пор, пока они не получат больше оборудования, больше материалов. Он не использовал это слово, он не называл цифру в 6 раз больше. Я думаю, что это собственные личные расчеты Мелника, основанные на реалиях поля боя, потому что обычно вам нужно преимущество 3 к 1, если вы собираетесь проводить атаку такого рода. Но я думаю, что он хочет сказать, что для того, чтобы прижать русских ко всей линии соприкосновения, предотвратить подкрепление и так далее, Украине потребуется в 6 раз больше ресурсов, чем она располагает в настоящее время. Какова сейчас численная численность соответствующих силовых подразделений? Ну, численность русских, вероятно, колеблется в районе 500-600 человек, а украинцев, вероятно, в районе 600, но опять же, украинские войска. Подавляющее большинство из них – плохо обученные территориальные войска, а все русские – хорошо обученные, хорошо оснащенные, хорошо отдохнувшие войска. Наш общий друг Алистер Круг рассказал нам, что до него дошли слухи о том, что украинцы привозят на фронт ночью в темноте стажеров в возрасте 16 и 17 лет, которые проходят четырехнедельную подготовку и велят им ложиться спать. А когда они просыпаются, то видят русские пушки и убегают прочь. Ты явно не можешь этого сделать, если это правда, то ты не можешь так руководить вооруженными силами. Нет, ты не можешь этого сделать. Послушай, дело в том, что когда началась эта война, у Украины была действующая регулярная армия численностью 260 человек, и 80% из этих первоначальных, 260 хорошо обученных, хорошо оснащенных, хорошо управляемых сил, 80% были убиты, взяты в плен или ранены. Они ушли, и их не заменяют войсками, хотя бы отдаленно приближающимися к тому же уровню подготовки. Вдобавок к этому Украине пришлось мобилизовать территориальные бригады, резервные подразделения, и эти подразделения уничтожаются на линии фронта. Это не та ситуация, в которой можно выжить этим украинским войскам. Это просто трагедия. Я думаю, что полковник МакГрегор, наш общий друг, которого я глубоко уважаю, сказал, что он перешел от резни к гуманитарной катастрофе, и я мог бы перефразировать его. Но это перешло от резни к буквально гуманитарной катастрофе, так что то, что там происходит, вы даже не можете больше называть войной. То, что происходит, просто трагично, потому что украинцы не могут защититься от того, с чем сталкиваются русские. Так вот, президент Зеленский хочет начать весеннее наступление. Этого не произойдет. Этого не может быть. Они могут что-нибудь предпринять. Они, знаете ли, собрали некоторые силы, оказали на них сильное политическое давление, особенно со стороны британцев, чтобы их считали предпринимающими что-то для того, чтобы убедить Европу продолжать вкладывать в это ресурсы. Но они потеряли всю свою противовоздушную оборону на линии фронта. У них вообще ничего нет. Так что раньше им удавалось собирать силы под прикрытием противовоздушной обороны, а затем перебрасывать эти силы на передовую. Сейчас, когда они собирают их в 1520 километрах отсюда, русские обнаруживают это, и русские поражают их, знаете ли, 15-фунтовыми бомбами, высокоточными управляемыми бомбами, прямо в центре района сбора, и что эти силы убивают еще до того, как у них появляется шанс приблизиться к месту сбора на линии фронта. Как раз в тот момент, когда мы выходили в эфир, генеральный секретарь Столтенберг выступил с заявлением. У нас есть его перевод. Вот оно. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены в Украину. Это означает более 1,5 миллиона единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов. А что, черт возьми, у них еще осталось? Все это уже доставлено. Я думаю, нам следует обратить внимание на то, что многие из доставленных танков «Леопард» не могут отправиться на передовую, потому что они сломались сразу же по прибытию. Сейчас они хранятся в задней части склада, чтобы их можно было использовать в качестве запасных частей для того, чтобы разобрать их на части, и получить некоторые из тех, что были доставлены готовыми к отправке. Однако речь идет не только об оборудовании, вы должны поговорить о людях, которые ими управляют. Прошли ли они достаточную подготовку? И дело в том, что эта штука вряд ли выживет. Большая ее часть уже уничтожена. Он может сказать, что она уже доставлена. О чем он умолчал, так это о складах, куда все это складируется, которые русские взрывают. Большая часть этого оборудования уничтожается еще до того, как оно приближается к линии фронта. Все в порядке. Итак, насколько тяжелой является тактическая ситуация на линии фронта для украинских военных? А теперь, прежде чем ответить, ты сказал нам, что у них есть генерал, которого уважают во всем мире в вооруженных силах. Но он настолько же хорош, насколько хороши люди, которые на него работают. Но насколько же плачевно их положение? Оно просто необычайно плачевно. Приведу тебе пример. В битве за Марио Полл украинцы смогли создать опорные пункты из этих высотных зданий, а русские использовали тактику штурма зданий. Потому что им нужно было осмотреть базу, убедиться, что там нет гражданских лиц. А потом они сражались этаж за этажом, очень кровопролитно сражаясь. И украинцам, несмотря на то, что они проиграли, пришлось нелегко по сравнению с русскими. В Бахмуте, например, русские подтверждают, что гражданские лица были эвакуированы, а украинцы размещают пару сотен парней в этих высотных зданиях, ожидая, когда русские придут и будут сражаться этаж за этажом. Русские отступили назад, сбросили на него двухфунтовую бомбу, разрушили все здание и убили всех. Русские больше не играют в эту игру. Они больше не играют в эту игру. Это значит, что русские пользуются тем фактом, что у них нет противовоздушной обороны, и они просто сдерживаются. Они просто взрывают все вокруг, убивают все подряд. Это очень похоже на то, что даже нельзя по-настоящему назвать боем. Это и есть тот самый идеал. Колин Пауэлл однажды сказал, «Я не верю в честную борьбу. Я хочу, чтобы она была честной». По мнению русских, прямо сейчас это не честная борьба. Вот этот божественный человек в своих лучших или худших проявлениях, в зависимости от того, как ты хочешь его охарактеризовать. Это немного длинновато, но он разглагольствует и беснуется. И я думаю, что ты, возможно, сказал это для себя, Скотт. Здесь есть намек на то, а судья, что сказали ваши эксперты. Он явно говорит о тебе и полковнике МакГригоре, но выслушай внимательно, а потом дай ему это понять. Украинцы должны продемонстрировать прогресс в наступлении, иначе мы будем продолжать их финансировать. А теперь подождите минутку. Вы только что сдвинули планку с мертвой точки. Это тот самый парень, которому вы предложили билет, чтобы улететь оттуда. Это тот самый парень, о котором говорили ваши гости, что он будет раздавлен в восстановленной советской армии численностью 300 человек. Ничего из этого не произошло. Украинцы проявили поразительную эффективность в условиях застоя. Это уже настоящая победа. Парень, который проигрывает в этом деле, Путин не может вернуться назад и сказать, я хочу сказать всему миру, что у меня нет никаких отношений с украинцами. Неужели украинцы все еще контролируют Букнук после того, как сражались там в течение шести месяцев? А русские все еще контролируют его? Похоже, никто об этом не знает. Борьба идет за одно маленькое местечко, и это уже война. Послушай, целью русских, когда они начинали эту специальную военную операцию, была демилитаризация. Эй, мистер Дивайн, вы ведь из ЦРУ, не так ли? Эй, вернитесь назад и послушайте слова Владимира Путина о деноцификации и демилитаризации. Неужели вы думаете, что война будет вестись с помощью больших стрелок на карте? Русские собираются выиграть войну, уничтожив украинскую армию, что они кстати и делают. Правительство США признает преимущество русских в соотношении убийств 7 к 1, но это происходит с течением времени, начиная с 22 февраля и по сегодняшний день. Прямо сейчас это преимущество в соотношении убийств составляет 10 к 1, 14 к 1 или выше. Я знаю, что ты работаешь в ЦРУ, но позволь мне объяснить тебе это с помощью простой морской математики. Это означает, что на каждого убитого русского приходится 14 погибших украинцев. Эй, Джек, они не могут этого вынести. Они проигрывают, и русские сражаются в той битве, в которой они хотят сражаться. Неужели ты думаешь, что хочешь, чтобы они приняли участие в споре с Бахом? Все, чего они хотят, это убивать украинцев. И именно это они и делают, дурачась на всю катушку. И когда я смотрю на демилитаризацию, то именно таково ее классическое определение. Так что при всем моем уважении к вам, мистер Байден, вы сами не знаете, о чем говорите. Вы просто не понимаете, о чем говорите. Джек был моим другом на протяжении многих лет, и он мне очень нравится. Мне очень трудно найти хоть в чем-то, в чем я был бы с ним согласен. Мне не нужно было проявлять неуважение к нему. Именно поэтому я сказал при всем моем уважении, что я не веду себя неуважительно. Но он исходит из культуры искажения правды. Скотт, он утверждает, что вы Макгрегор Круг, МакГоверн Джонсон, и я все неправильно прочитали документ, в утечке которого обвиняется мальчик. И что на самом деле соотношение убийств составляет 7 к 1, а не наоборот, что украинцы убивают семерых русских на каждого украинца в мире. Я никогда не слышал ничего подобного ни от кого другого. Так оно и было на самом деле. Как бы мне хотелось, чтобы у нас была запись этого на пленку. Габриэль, достань это для нас в следующий раз, когда будешь рядом с нами. Он непоколебимо придерживается этой чепухи. Послушайте, судья, я собираюсь сказать это, и я уже говорил это раньше, я повторю это снова. Я нахожусь на расстоянии нескольких тысяч миль от поля боя и нахожусь в плену у данных, которые стали достоянием общественности. У меня нет никакой секретной информации. У меня нет возможности поднять телефонную трубку, но у меня есть значительный опыт в таких вещах, как военные операции, боевые действия, война. Я уважаю прошлое мистера Дивайна как сотрудника ЦРУ, действительно уважаю, но он ничего не смыслит в войне. Ни черта не смыслит в этом деле. И если бы он это сделал, он бы понял, насколько нелепа эта концепция соотношения убийств украинцев заранее 7 к 1. Просто я собирался употребить нехорошее слово, совсем неплохое слово, но я собирался позвонить ему. Я бы никогда не назвал Джека Дивайна глупым, но это глупо говорить что-то подобное. Никому другому, даже украинцам, не придет в голову такая выдумка. Но в глубине души украинцы признают, что прямо сейчас их просто убивают. Об этом пишут в газете New York Times, которой не нравится, что Россия этого не хочет. Они начинают публиковать репортажи о том, как все плохо. Все начинают просыпаться, потому что рано или поздно, и это произойдет скорее раньше, чем позже, украинская армия рухнет. И когда это произойдет, вся правда выплывет наружу. Прямо сейчас в средствах массовой информации очень много людей говорят о том, что нам нужно начать уравновешивать сюжеты таким образом. Чтобы у нас не было слишком много яиц на лице, когда это будет сделано. А кто же пользуется этим преимуществом, как не китайцы? Президент Си Цзиньпин, который не будет отвечать на телефонные звонки Джо Байдена, ответит на телефонный звонок президента Зелинского. И они будут разговаривать в течение 90 минут, а затем каждый из них попросит одного из своих пиарщиков дать показания. И эти показания удивительно похожи и удивительно дружелюбны. Ну как тебе это, Джо Байден? Никсон отправился в Китай, а Трамп в Северную Корею. Джо Байден ничего такого не сделал. Я имею в виду, что дипломатия когда-то была сильной стороной Америки. Раньше у нас была возможность выйти на улицу и хотя бы попытаться оценить ситуацию в Кэмп Дэвиде. Мы пытались решить израильскую проблему. Нам это не удалось, но по крайней мере мы попытались. Даже соглашение Обамы по иранской ядерной программе было попыткой дипломатии. Мы находимся в очень сложной мировой ситуации, которая требует лидерства, а не лидерства типа «я собираюсь избить тебя до полусмерти». Даже несмотря на то, что я являюсь тощим атрофированным стариком-лидером, руководство, которое говорит, что я поступаю мудро, говорит, что я приду, сяду за стол переговоров, и мы решим этот вопрос мирным путем к удовлетворению всех сторон. Мы не будем этого делать. Создается вакуум, и китайцы заполняют его. Во всем мире воцаряется мир. Посмотрите на Ближний Восток между Ираном и Саудовской Аравией, на Ближний Восток между Саудовской Аравией и Сирией. А теперь еще и Китай встает между Украиной и Россией. Они пользуются абсолютным отсутствием лидерства со стороны Соединенных Штатов. А кто еще может помешать прекращению огня прямо сейчас, кроме Джо Байдена? Посмотри-ка. Это Зеленский. Неужели Зеленского убьют, если он отдаст приказ о прекращении огня, а они отправятся в Женеву и начнут переговоры? У него могут возникнуть неприятности, если он сделает это самостоятельно. Но опять же, если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы просто поднял телефонную трубку и сказал, между нами все кончено. Все кончено. У тебя больше нет никакого оборудования. Я не позволю НАТО что-либо посылать. Это организация, основанная на консенсусе. Мы закрываем ее. Теперь вы не можете принять решение сражаться в одиночку, мистер Зеленский. Это ваша прерогатива как лидера суверенного государства. Вы не получите от нас никакой помощи и умрете. Или же если вы примете тот факт, что все кончено, мы пойдем дальше и поможем создать условия для достижения наилучшего возможного результата для вас за столом переговоров. Мы будем поддерживать тебя на твоей стороне, но все уже кончено. С нами покончено. Мы больше не допустим, чтобы во имя нас убивали украинцев. Мы больше не собираемся тратить впустую деньги. Война закончилась. Все могло бы закончиться так же быстро. Но мы не будем этого делать. Так что мы и собираемся это сделать. Мы с тобой и нашими коллегами уже обсуждали этот вопрос раньше. В Америке нет ни съезда с трассы, ни мягкой посадки, чтобы выбраться из этой передряги. Уже потрачено 68 миллиардов долларов. Одному богу известно, что еще было совершено. Мы знаем, что в его распоряжении есть еще 35 или 40 миллиардов долларов в соответствии с законом, ужасным законом. Потому что Конституция требует, чтобы все расходы регистрировались в публичном журнале. Сообщите об этом в ЦРУ и Министерство обороны. Еще один спор отложим на другой раз. Но Конгресс действительно выделил ему 113 миллиардов долларов на то, чтобы он мог тратить их так, как ему заблагорассудится. Неужели он настолько глуп, чтобы потратить все это целиком? Или же он понимает принцип сокращения ваших потерь? Он очевидно понимает принцип сокращения ваших потерь. Взгляните на Афганистан. А еще особенность географии Америки в том, что у нас есть встроенная система мягкой посадки. Это место называется Тихим океаном и Атлантическим океаном. Поэтому, когда мы убегаем от боя, как мы это делали в Афганистане, как мы это делали в Южном Вьетнаме, и как мы собираемся в конечном итоге сделать в Украине. Нам не приходится иметь дело с ужасными последствиями оставления. Мы просто уходим, а потом возвращаемся в Америку, в НАТО или еще куда-нибудь, к людям, которые поставили на карту все. Потому что они верят Соединенным Штатам, когда Соединенные Штаты сказали, что мы будем сражаться бок о бок с вами до победного конца. Они остались одни. Опять же это Афганистан. То, что произошло в августе 2021 года, было не очень-то приятно. Это был настоящий конфуз. Кирби может забраться туда и крутить его так, как ему заблагорассудится. Все, кто смотрел этот фильм, знали, что это было настоящим унижением для Америки. Но когда мы уезжали, нам не пришлось платить за это никакой цены. Мы могли бы просто выключить телевизор и не видеть изображение. То же самое произойдет и с Украиной. Когда мы уедем, мы обязательно уедем. Украинцы останутся одни с сумкой в руках. Мягкая посадка — это крепость Америки, защищенная Атлантическим и Тихим океанами. Как ты думаешь, пытался ли президент Си Цзиньпин уговорить президента Зеленского прекратить огонь, сев за стол переговоров? Я думаю, он ясно дал понять, что Зеленский не собирается добиваться от русских той сделки, которую он хочет. Но все, что он может получить, — это помощь Китая в восстановлении своей страны. Но для того, чтобы сделать это, ему придется сесть за стол переговоров. Так что я думаю, что он сделал Зеленскому предложение, от которого тот не смог отказаться. Но точно так же, как в фильме «Крестный отец», иногда ты отказываешься от предложенной еды. И тебе приходится просыпаться утром с лошадиной головой в своей постели, прежде чем ты понимаешь, что это именно то предложение, которое тебе придется принять. Насколько политически стабилен сейчас президент Зеленский на своем посту? Неужели его тянет вправо ультранационалист, который хотел бы добиться большего? Я не знаю, что еще он мог бы сделать или подтолкнуть в нужном направлении людей, которые понимают, что сейчас самое время сократить свои убытки. Или же он действительно король Холма? Ну что же я имею в виду, что он и есть президент. Сейчас введено военное положение, и до тех пор, пока вокруг него есть верные люди в армии и службах безопасности, он будет оставаться президентом. Но я уверен, что в 1917 году царь чувствовал себя великим и ответственным до тех пор, пока армия не покинула его, не пошла маршем на дворец, и все было кончено. Украинским военным, особенно местным жителям, это надоело, и в какой-то момент, точно так же, как это сделала российская армия, они просто сложат оружие и отправятся домой. Они не собираются еще долго играть в эту игру, заключающуюся в том, чтобы сидеть там и ежедневно получать потрошения от русских. Я думаю, что украинская армия буквально находится на пороге того, чтобы уйти. Как долго еще это может продолжаться в военном отношении? Я думаю, что у украинцев достаточно сил, чтобы продолжать бороться до конца лета, но я просто скажу то, что всегда говорил. Я верю, что эта война закончится к концу лета, начало осени. Я не думаю, что украинцы смогут продолжать в том же духе. Украинцы сами признаются в этом. У них заканчиваются средства противовоздушной обороны. А когда у них закончится система противовоздушной обороны, вся система противовоздушной обороны, все будет кончено. В буквальном смысле слова, все будет кончено. Вот документы, в разглашении которых обвиняется Ти. Я продолжаю говорить об этом именно так, потому что мне все еще трудно поверить, что 21-летний парень, работающий неполный рабочий день, знал об этом и раскрыл это. Но посмотрим, к чему это приведет. Это даже не зависит от наличия каких-либо документов. Тебе и не нужно этого делать. Об этом говорили сами украинцы. Именно это сказал Столленберг. Нам не нужны эти документы для того, чтобы делать такие выводы. Вот о чем я все время говорил по поводу этих документов, так это о том, что любой, кто следил за этой ситуацией, признает истину во многом из того, что говорилось в этих документах. Тебе не нужно, чтобы какой-то 21-летний парень вырезал, вставил и выложил что-то там, чтобы знать, что у них заканчиваются артиллерийские боеприпасы. У них заканчиваются средства противовоздушной обороны, что у них недостаточная подготовка, что то, что мы постоянно им даем, не работает. Все в порядке. Но сами документы, подлинность которых правительство не оспаривает, точность которых правительство не оспаривает, признают, что само правительство понимает, что система противовоздушной обороны Украины ослаблена почти до нуля и будет равна нулю в конце мая, через шесть недель. Как же они вообще могли выжить при нулевой системе противовоздушной обороны? Они не могут этого сделать. И мы уже видим тому доказательство. Именно об этом я и говорил с вами ранее, судья. Украинцы в буквальном смысле слова являются легкой добычей. У них нет никакой защиты, когда они подтягивают сюда эти войска, русские. И это почти печально, потому что русские прибывают с самолетами, которые даже близко не подходят к какому бы то ни было зонтику противовоздушной обороны. Они точно определили местоположение, они выпускают высокоточную, управляемую скользящую бомбу, которая скользит внутрь и каждый раз попадает в нужную цель, убивая всех, кто там находится. И вот еще что, это чистая правда. Русские даже сейчас играют не в полную силу. Они совершают по нескольку подобных боевых вылетов каждый день. Если бы они действительно намеревались убивать украинцев, то совершили бы сотни подобных боевых вылетов и убили бы всех сразу. Русские не занимаются тем, чтобы убивать украинцев. Они занимаются тем, чтобы добиться расположения украинского правительства. А что происходит, когда американец возвращается домой в мешке для трупов? Если это американец, находящийся на действительной военной службе, надеюсь, достаточное количество людей зададут этот вопрос и скажут, что он там делал, но опять же документы показывают, что там проживает 100 американцев. У нас с вами уже был подобный разговор судье. Я же говорил тебе, что там есть сотрудники в форме, сотрудники специальных операций, и все те люди из госдепартамента, которых они туда приставили, они не из госдепартамента. Они Джек Дивайн. Да, а еще больше сотрудников Ми-6 и британского спецназа. У них там целая эскадрилья, эскадрилья из 50 британских спецназовцев, и я тебе кое-что об этом расскажу. Я здесь ничего никому не отдаю. Если ты являешься учебным подразделением, если ты здесь для того, чтобы тренироваться, то ты не подходишь по размерам под эскадрилью. Ты подходишь по размерам под отряд. Наличие там эскадрильи означает, что это боевые войска. Они участвуют в боевых операциях. Таким образом, британская армия, являющаяся членом НАТО, участвует в боевых действиях на территории Украины. Вау, Скотт, всегда рад познакомиться с тобой, дружище. Большое тебе спасибо за всю твою проницательность.